На самом деле это очень просто, просто берёте и говорите, и всё. Никаких, никаких специальных примочек здесь нет. С какой частью света Европа образует единый материк? Это что, интеллектуальные вопросы? Это единственная передача, которая заходит более-менее на моём канале. Ухо у ракушки, послушай, закрывая веки, чайки кричат. Евгений Ширяев Продуксио. Сразу нажимай на прайм. Да уж он нас заслал, что-то типа, что наводит. Добрый вечер, дорогие телерадиослушатели. Меня зовут Евгений Ширяев. И сегодня камера стоит не на штативе, потому что её держит Максим Хоккеистов. Это мой новый товарищ, который уже не раз светился на этом канале. И сегодня мы снимаем всеми вами любимое шоу под названием... Какое название-то? Надо придумать новое название. Папиросы за бабосы. Простые вопросы прохожим за очень дорогие призы. Призы от нашего спонсора Евгений Ширяя Продуксио. В описании есть ссылка на сайт, где вы всё узнаете о нашем спонсоре. Это я. Это короткое видео. Вы, наверное, уже заметили, что оно длится всего ничего минут. Потому что продолжение этого видоса будет на другом канале. Мы меняем концепцию абсолютно. В описании будет ссылка на продолжение банкета. Можно вас сюда, девушка? Девушка, здравствуйте. Я Евгений. Аня. Всё хорошо сегодня? У вас такие глаза красивые. Всё хорошо. Сказали и пошло. Это не линзы. Это не линзы. Это настоящий голубой цвет. Бывает очень голубой, иногда бывает полуголубой, серый, чёрный. Так хорошо. По-разному. Допустим, окей. Нам смотреть тогда или нет? Несмотря на то, что меня могут забрать в армию и там расстрелять. Естественно, расстрелять. Надеюсь, до этого не дойдёт. А шоу-то снимать надо? Хорошо. Да, конечно. Надо же деньги зарабатывать. Надо заработать максимально, чтобы мой ребёнок ни в чём не нуждался. Ну, да. А надо красивым голосом отвечать? Надо отвечать таким голосом, который у тебя есть. Смотри в камеру. Максим, кстати, ты можешь немножко увеличивать, чтобы мы были крупнее. Мы можем встать поближе. Я такая достаточно крупная. А? Достаточно крупная. Серьёзно? Да. Надо высказать по поводу мобилизации. Да нет, мы не об этом. А хочется, да? Нет уже. Слушай, можешь сказать об этом, что... Итак, это будет немножко другая передача. Я сниму сразу же несколько передач. Одна будет передача. Это шоу. Оно развлекательное. А другое – это другое шоу. Здравствуйте. Это развлекательная передача, чтобы вы сразу понимали. А те люди, которые смотрят... Ну, которые серьёзные люди, которые сажают людей за то, что они говорят какие-то там вещи, которые нельзя говорить. Вы успокойтесь. Это всё юмор. Мы шутим, мы прикалываемся. Нас не нужно сажать. Мы вас умоляем. И штрафа не надо. И так денег нету. Нету. Вообще денег нет у нас. Эти кредиты, ипотеки. Живём на одну зарплату, понимаете? Мы шутим. Что это делать? Что ты предлагаешь? Короче, есть такая шутка. Там типа говорят все про мобилизацию, то, что мобильники раздавать будут. Так вот. Это не так. У меня много друзей и много родных, которые подходят под категорию людей, которых будут призывать. И я максимально просто... Приличные слова говорить. Лучше не материться, потому что сейчас такие законы из-за этого меня тоже могут подтянуть. Я максимально шокирована. Этой ситуации мы с девочками сидим, мы, короче, до шести утра обсуждаем политику, как бы то ни было. Вот. И не знаю, я слишком близко всё принимаю к сердцу и реву. И поэтому хожу на работу, чтобы не думать про это всё. Да, только поэтому хожу на работу. Мне деньги не нужны. Всё материальное, пустое. Слушай, Макс, сразу видно, это мой человечек. Я притягиваю таких людей. Я не знаю, откуда ты нарисовался. А брус камера зря. Бандюган, блин. Всё, да? Ты всё хочешь, что ты хотела сказать? Я против. Блин, Жека, дай мне штатив. Реально, у меня руки забиваются. Я говорю, у тебя ручки щупленькие. Щупленькие, тебе надо подкачать немножко трицепс. Ты даже камеру держать не можешь. Надо подкачаться. Ты поёшь, да, песня? Спой что-нибудь. Стой, давай, подожди. Дай штатив. Подожди, подожди, подержи, пожалуйста, колбасу. Я скажу, подожди, как ты вообще снимаешь нас? Максимально паршиво ты нас снимаешь. Сомба белого мотыка. А слышно вас хорошо? Слышно вас хорошо, а ты не беседу. У меня аж руки забиваются. Давай вот сюда. Капец. Вот так это тропичка. Вот так это тропичка. Не могу я сейчас так увеличить, потому что у меня реально забиваются руки. Уважаемые дамы и господа, прямо сейчас мы приветствуем вас в городе Санкт-Петербурге. Мы находимся на станции Владимирская. Старящая станция города Санкт-Петербург. Она находится в самом центре нашего прекрасного туристического города. Мы находимся рядом с кофейней Baggins Coffee. Самый вкусный кофе в этом городе. Тут написано нотариус. Знаете, я часто говорила Джону... Джон, если ты не перестанешь меня обманывать, я тебя просто убью. Джон не перестал. И знаете, что я сделала? Ты пукнула. Убила его. Продолжай. Нет, подожди, стой секунду. Нет, честно. Однажды я любила Джона. Я очень долго его любила. Но он разбрасывал свои вещи по всей квартире. Гребаный Джон. Ты увеличил? Джон, 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 Джон. Слушай, пожалуйста. Давай, включи. Какой он легкий. Ты очень талантливая. Спасибо. Как ты можешь говорить этими голосами? На самом деле... Они живут в обне. Это очень просто. На самом деле это очень просто. Просто берете и говорите, и все. Никаких специальных примочек здесь нет. Она страдала. Что нужно говорить? Что-нибудь. Раз, два, три, четыре. Меня зовут Волкова Анна. Мне 24 года. Я родилась в городе Сарове. Переехала в город Киров. Потом переехала в город Ростов-на-Дону. Потом переехала в город Санкт-Петербург. И на сей день остаюсь здесь. С какой частью света? Какая света? Европа образует единый материк. Это что, интеллектуальные вопросы? Это единственная передача, которая заходит более-менее на моем канале. Приходится снимать каждую неделю. Можно я тупой буду? Ты можешь быть такая, какая ты есть. На самом деле, если на самом деле ты тупая, ты можешь быть тупой. Если ты не тупая, ты можешь быть не тупой. Но это все равно. Мне реально, нереально, по-ба-ра-ба-ну. Это контент. Это гребаный контент, который снимают вот эти люди. Это все люди. Которые пишут в комментарии все эти гадости про меня, про тебя и про Игоря. У меня будут хейтеры. У меня будут хейтеры. Так, все, я готова. Еще раз, можно вопрос? С какой частью света Россия образует единый материк? Что там другое? Подожди, не подглядывай. Там есть ответы. С какой частью света Европа образует единый материк? Азия. Вау! Евразия. Это должно быть абсолютно правильно все. Это абсолютно правильно все. Какую фамилию носил мужик? Профессор. Один из самых опасных. Возьми телефон. Может быть, это звонит мама? Алло. Матвея? Матвея же нету дома. Который поет? Ну, нет, мы сейчас не рядом с ним. Я за него. Я за него. Ну, наверное, наверное, еда. Возможно, что да. У тебя совесть-то есть? И спонсор этой передачи Евгений Шереге Продуксион. Ну, это... Это я. Это я, продюсер. Я веду свадьбы. Недорого, кстати. 50 тысяч рублей. Кстати, друг Максима, оказывается, был на одном из моих мероприятий. И ему не зашел мой юмор. А все, почему? Почему, Максим? Потому что ты специфический парень. Потому что я сказал ему, ну, встань, говорю, привстань немножко, мне неудобно с тобой разговаривать. А он говорит, нет. А он, ну, как бы, он толстый человек. Я говорю, что, говорю, с раком все это самое, отрастил все уже, встать не можешь. Видите, обиделся. Человек обиделся, все, ему уже ведущий не зашел. Эти обидуны, конечно. Я вот не обижаюсь на вас, когда вы мне говно вот это пишите в комментариях, это все. Про Максима вы пишите, всякую ерунду. Стал я сейчас снимать видео с Максимом. Хороший человек, парень-то, приятный. Спортсмен. Дзюдо этот, хоккеист. А вы его там матершините, поносите. Говорите, что он говно. Не гоже же, некрасиво. Я же не говорю вот всем тем людям, которые пишут комментарии о том, что вы говно. Я же вам такое не говорю, да я не буду такое говорить. Естественно. Спасибо. Так что спонсор в описании есть. И свежая информация, продолжение этого видео будет на моем втором канале. Который будет в описании и в прикрепленном комментарии. Поближе, пожалуйста, здесь, сюда. Слушай, важный был звонок. Да, нам предложили выступить с одним каким-то известным чуваком. Я должна обсудить это с ребятами. Ты человек, ты женщина, которая поет. Я человек. Молекула? Я женщина. Человек-молекула? Сколько тебе годиков? Мне 24. А, то есть ты прикол не знаешь? Я молекула. Человек-молекула. Ты не знаешь, что это прикол? Ну, потому что тебе 24 года. Я молекула. Человек-молекула. Какую фамилию носил мужик-профессор, один из самых опасных врагов Шерлока Холмса? Врагов. Мариарти. Ты так читаешь по губам? Нет, я смотрела сериал. Тебе нужно смотреть не сериал, а просто кино. Одно кино с этим. С Робертом Дауни-младшим. Лоу там, Джит Лоу снимается. Меня видно там в кадре? Меня не видно. Меня видно? Меня видно? О! Ой, не знаю, не знаю. 24 года, да? Да. Хорошо. Игрушка. Человек с замком. Французский фильм, игрушка. Да, все. Блин, я не помню. Кучерявый, очень смешной человек. Папаши они были. К сожалению, я не помню фамилию, правда. Ты же обхохочешься. Я смотрела, я смотрела. Я не помню фамилию. У меня память, как у рыбки. Мужчина. Пьер. Решар. Пьер Решар. Пьер Решар. Пьер Решар. Пьер Решар. Бобовы. Какой? Так ты уже сказала. А, ладно. Какой остров разделен на греческую и турецкую части? Какого хрена? Я не знаю. Ты подсказываешь. Я же нет. Ни глухо, ни мать. Я не могу читать по губам. Нельзя подсказывать. Подсказывать нельзя. Не знаю. А что они говорят мне? Кремль. Они говорят тебе не Кремль. Они говорят тебе Скитлс. И это тоже неправильный. Кремль, говорят. Такой нет. Там есть город Айнафа. Там есть улицы. Там все тусят. Мне очень плохо с географией. Этот остров вот так вот выглядит. Да, он выглядит вот так. Он выглядит вот так вот. Этот остров вот выглядит вот так. Мне очень плохо с географией. Я всю жизнь живу в России. Четыре буквы. Четыре буквы. Куба. Заканчивается на Р. Кипр. Кипр, да. Совершенно. Это браво. Это абсолютное браво. Под конец я должна спеть песню обязательно. Песню браво. Почему браво песню? Обычную песню. Спой любую какую-нибудь. Тьмомоляю. Но я тысячу раз обрывал провода. Сам себе кричал. Ухожу навсегда. Непонятно, как доживал до утра. Салют, Вера. Салют, Вера. Большое спасибо. Мы у тебя в долгу, молекула. А человек молекула. Надо было свою петь, да? Мне нравится, мне нравится. Возьми чупа-чупс. А что, есть своя песня? Да. Давай-ка свою засадим. Я набила татуировку по своей песне. Вот. Там не видно, ладно. Там написано «Ты». Ты море. Ты море. «Забери мне солнце с собою». Это песня? Нет, другая. Давай. Зачем мне солнце, Монако? Послушай, закрывай веки. Чайки кричат тебе, следуй за мечтой. Если бы море было человеком, оно бы было тобой, было бы тобой. Вот. Это припев. Интересно, откуда он пришел? Я не знаю. Никто ли чего не знает. Это молекуле. А человек молекула. Окей, окей, чувак. Мы знаем. Спасибо. Так давай еще. Ну что ты. У нас эфирное время не ограничено. Если бы море было человеком, тогда уж парнем из того романа. Слегка кудрявый, с тобой немного пьяный. Он пишет песни под гитару прямо. Словно волна, забегая в уши, его слова задянут твою душу. И больше ничего не сможешь слушать, когда скучаешь ухо у ракушки. Послушай, закрывай веки. Чайки кричат тебе, следуй за мечтой. Если бы море было человеком, оно бы было тобой, было бы тобой. Послушай, закрывай веки. Чайки кричат тебе, следуй за мечтой. Если бы море было человеком, оно бы было тобой. Было бы тобой, было бы тобой. Там очень долго. Было бы тобой, было бы тобой. Было бы тобой, было бы. Море и есть ты. Привет. У тебя все время выходит так, что ты встречаешь молекулу. Человек-молекула. Ну а ставим какой-нибудь инстаграм, телеграм, чтобы мы что-нибудь еще послушали. Они из России, пока что из России. Блин, я хочу поменять ник, но я называюсь они из России, music.net. Аня из России, music.net. Да. Это еще телеинстаграм. Аня из России. Собираем в России. Ты хочешь поменять? А телеграм-канал будни Аня из России. Будни Аня из России. Будни Аня из России. Просто набираешь будни Аня из России. Да, да. Там будет будня Аня из России. Там нормальная падение, как сейчас. Сейчас ты так. Я дал тебе Чупа-Чупс. Да. Это все спасибо нашему спонсору. На нашем канале есть спонсоры. Нас надо приблизить руки. Да. И подарки, как говорится, не дешевые. Не айфон, потому что айфон можно потерять. Конечно. А Чупа-Чупс это как бы все... Ну это спонсоры. Это наш спонсор регионичной репродукцией. Это полезно, да. В любом случае, просто хотел сказать, хорошая работа про этого молекулы. А Человек-молекула. Я напоминаю, что продолжение этого видео будет на другом канале. Ставим лайки, пишем дизлайки, ширикаем комментарии и не забываем о том, что пока не забывать ничего не надо и не нужно. До свидания. С вами был Евгений Ширяев. Продолжение на другом канале. В описании есть ссылка. Максим, все в порядке? У Максима руки не выдержали и он поставил на штатив этот аппарат. Спасибо. Спасибо всем. Ой, спасибо. Всем спасибо. Спасибо всем. Евгений Ширяев Продуксион. Человек-молекула.